девочки всем привет и у нас с вами первая косметичка октября наступил октябрь месяц уже полноценная такая осень и перед вами стоят средства которые я буду использовать в первом этапе своего макияжа здесь появились кое-какие новые внедрения у меня из старого это фармасе тут на дне но как я говорила он плотный концентрированный может еще несколько косметичек у нас с вами появляться из то что недавно я вспомнила хорошо забытая старая относительно конечно старая вот такой вот от арт к это пудра какая-то кремообразная то есть это вот такой вот как не сухой продукт таком оттенки темновато чуть-чуть да но я его знаете как корректор консилер как-то так использую местные или растирать надо получше а сверху с пудра которая чуть светлее и хочу его попользовать потому что тоже бесконечно стоять не будет также использую вот свою видеть сколько осталось девочки вот эта база от эссенс часто про нее говорю часто на ней все макияжи мои происходят это вот она старушечка мы также дотрачу остаточки консилера мэйбелин из новиночек база у меня появилась кокосовая от revolution она не то чтобы аналог марка джейкобс и туфейс ну такой вот знаете младший брат я могу сказать вам смело без стеснения младший брат вот такой кремообразная кокосовый праймер очень по ощущениям сильно похож прямо очень пахнет тоже он приятно вы может даже и не отличить и вот закрытыми глазами дай что-то люксовое вот то что упоминала марка ли туфейс ты вот это непонятно будет очень хорошо их копирует этот бренд стоит но можно со скидкой в подружке купить около 600 рублей 500 чем-то 180 что ли и мы на самом сайте он тоже не дешевые их есть несколько вариантов это по-моему увлажняющие меня до увлажняющие там есть матирующие еще какие-то то есть другого цвета флакончик не очень нравится девочки один из моих любимых на данный момент марк мы кончился там было и немножко и поэтому теперь мне не обязательно покупать полный размер от марка потому что вот очень сильно похож и стоит дешевле я на пробовалась того маленького формата так что считаю что иногда стоит от брендов от дорогих покупать что-то какие-то наборы с миниатюрами от них и на пробуешься как говорится утоли жажду свою вот это тестирование новинок познакомишься с продуктом и может поймешь что вот есть похоже очень сильно дешевле и не захочешь покупать дорогое такое тоже случается вот здесь у нас то что мы с вами уже смотрим по несколько раз не будем долго заострять это для бровей та же самая компания и две туши база и туши горлами я тоже показана угроз пока вот только это взяла девочки я больше ничего не использую в последнее время для ресниц база и туши они нормально работают вдвоем теперь пудра пудра как всегда 2 1 сияющая это будет вот такая рената фаберлик почему-то ее нет в каталоге да и сняли зачем такая красивая пудра зачем снимать хорошие или это типа лимитка девочки говорят когда здесь темные шарики вот эти вот присутствуют то им темно то есть пудра как бронза что ли получается и некоторые их достают видите девочки ну да немножечко все-таки уходит в теплиночку может даже до для кого-то быть и бронзером я не доставала эти шарики но если я прям буду видеть что темновато то может тоже достану очень красивая упаковка как рубин какой-то здесь сверху хорошая пудра она такая мягкая шарики мягкие и транс люсон финиш финишная пудра это революшн фридом сейчас нет такого бренда и эту пудру я купила евро 80 вы представляете девочки евро 80 меньше двух евро и она такая вот зеленая странная мелкая при мелкой она обладает очень хорошим таким шлифующим блюрящим эффектом вот я нанесла на руки и посмотрите как пропадают морщины вот прям ровная поверхность ровная вот девочки прям ровная поверхность очень морщины хорошо скрывает шлифует но ее нужно наносить именно вот как здесь сказано в последнюю очередь потому что она такая скользко плохо потом румяна садятся на нее все на как вот отторгает от себя какие-то другие средства не так показалось но идеально конечно ровняет прям такое пятно какое-то гладкое на руке образовалась и стоит меньше двух евро я в восторге даже от еще одну хапнула запасе у меня закрытая лежит ночью и будет рассыпушки такой вообще не портится так следующее давайте мы посмотрим на единственный скульптор который будет присутствовать он уже тут и хайлайтер от вен сабон скульптором суховат и он набирается кистью только так как-то тяжеловато но делает тень видите тень есть также здесь будут два хайлайтер двух оттеночков я последнее время больше вот к золотым как-то склоняюсь что они больше на чем вот такие белые хотя недавно наоборот все пусть видите меняются косметики предпочтение косметические тоже быстро меняются бронзера бронзер у меня будет мой один из моих любимых и еще сияющий тоже очень нравится оформление все это вот от кика бронзер лимитка там какая-то не помню какого года и сезона такая красоте здесь тоже хайлайтер и бронзер вот так они выглядят девочки как же это красиво начиная от упаковки вот рефила внутри кика сейчас тоже новая коллекция была до этого хорошая коллекция но цены взросли я жду акции либо два по три у них тоже бывает палетки подорожали очень сильно стоили 1600 сейчас 2000 стоит ну и наши любимые всем youtube горячо любимый бронзер сливочный такой кремовый это физичность формулы мягкий такой вот растушевочный сияющий не сияющий румяшки покажу тоже мои горячо любимые это вот такие от revolution румяна красивое сердечко посмотрите как сделано на две части разделено то есть тут два вида румян мы давайте по отдельности посмотрим и вместе мой как-то светленько очень девочки в общем вот так вот я думаю нет смысла их разделять на какие-то там один другой все равно кисти будешь делать вот так и получишь вот в итоге вот такой светлый утренний оттенок я кстати их по этому принципу выбирала самой практически светлой купила оттенок румян они матовые здесь нет ничего сияющего именно да вот прям утренний естественный макияж мне такой часто нужен всем понимаете мы это они называются да и вот так вот называется independent номер или оттенок этих румян здесь 10 грамм огромный объем запеченный долго играющие прям вот на два года беспрерывного использования вам хватит и еще одна палеточка от revolution опять таким девочки я сегодня без относительно бренда собирала но просто по предпочтениям и сейчас смотрю у меня очень много что-то от revolution получилось но ничего страшного я этот бренд люблю эти были у нас розовые румяна а еще будут персиковые тоже мне очень они хорошо подходят есть можно немножко в сияние их сделать либо да они прямо вот сатиновый смотрите как сияют чем ближе вот к этому краю тем меньше сатиновости больше матовости а это здесь совсем я так понимаю хайлайтер ну то есть тут можно одной палеточкой и нанести блеск и румяна по ярче по светлее то сделать румяна и сатиновый и матовый как вы хотите то есть вот такая вот игрушечка интересненькая и еще один хайлайтер я вам сейчас девочки покажу вы его у меня не видели то что распаковка будет позже у меня немножко все сдвинулось но не страшно это такая красоте просто вот смотрите какой дизайн это линеечка revolution про называется ну типа люкс от revolution на самом деле посмотрите как красиво оттенок называется white rose этих этого хайлайтера в объеме 9 грамм и смотрите о какая темнота наступила и смотрите девочки как он сделан внутри это что-то с чем-то па-бам вот такая роза боже как это красиво этот хайлайтер конечно есть в разных оттенках прям знаете ли тяжело вот прям тяжело нарушить эту красоту он очень жирный масляный это хайлайтер который как говорят из космоса видно посмотрите девочки просто вот я чуть-чуть лепесток потрогала какой-то инстаграмный лук конечно его можно сделать вот так вот вот будет вменяемое сияние это уж просто такой для для видео скажем так вариант вот обычный наш способ применения да на светлую кожу но я хотела вот эту розочку именно вот в таком оттенке ну потому что это на самом деле сейчас вот лето пройдет а у нас зимы много это будет самый подходящий вариант для кожи для светленькой кожи вот такой вот он такая красота была какая-то скидка на бьюти бэй не какая-то 20 процентов на всем я решилась сделать заказ потому что я давно эту розочку хотела она революшн она стоит то ли 13 или 12 евро то есть не бюджетно и революшн про это вообще уже такая косметика идет стремящаяся но не то что к люксу ну такой прям масс-маркета не дешевый теперь хочу вам показать три средства просто покажу для глаз потому что они у меня тоже из косметички в косметичку ходят это тату лайнер в оттенке сейчас скажу 910 очень хороший очень для слизистый прям просто как лайнер шикарно держится так так же вот это средство за 49 рублей девочки смотрю не могу налюбоваться сейчас конечно за 49 ничего не купишь это два в одном каял лайнер это essence тоже сняли они его зачем не понимаю смотрите какая красота я его и как тоже стрелку на слизистый он держится плоховато но в качестве вот подводки или карандаша просто обожаю и на верхнюю слизистую мой карандаш oriflame девочки тоже могу посоветовать хорошо держится на слизистой и ну прям вот он такой длинный я его точила несколько раз смотрите он какой еще а точила я его приличное количество знаете как часто я его беру показываю он здесь не обдирается не облупляется реально как люксовая вещь так теперь мы с вами переходим непосредственно к теням и к помадам помадок не очень много палеточек будет побольше в этот раз и помадки я вам покажу в основном свои новинки я тоже не помню все я вам их вроде все да все показала я их в видео то есть вы их уже могли видеть кто смотрит мои заказы фаберлиф например сейчас они у меня стоят прямо на туалетном столике я ими пользуюсь постоянно решила также включить косметичку потому что я ими не наигралась кое-что из старенького также будет одна из моих новиночек вот такая помада еще куплю себе что-нибудь из этой линии уж очень мне нравится как оформлена она здесь какой-то очень пластик такой дорогостоящий оттенок вот такой это пыльная роза по-моему называется красивый оттенок чуть посветлее наверно что-нибудь куплю очень нравится эта помада мне так следующий новинка тоже от faberlic это будет у меня тут одна новинка другая нет не помню кто сейчас первый будет да вот это новиночка 22 они очень сильно девочки похож с оттенком сейчас какой следующий покажу мне прям вот осень именно на такие помады тянет а похож он с оттенком 18 даже прям вот практически не отличишь сейчас очень специально рядом сделаю то есть если вы одну из них уже купили ну смотрите как сильно похож на губах будет еще меньше заметно это чуть более холодная а это в теплую да уходит подтоны разные но мне кажется они как-то сильно похож особенно когда ставишь два стика рядом смотрите сильно нет в общем то нет а иной раз мне кажется как будто очень сильно похоже так ладно в общем я вам показала это у нас 22 18 22 степлинку 18 более холодный оттенок еще одна новиночка тоже хочу еще купить одну из этой серии потому что я человек хомяк и мне одной помадки мало если понравилось что-то 203 не помню как это называется они там как-то закат в пустыне какие-то у них названия красивые вот такой вот оттенок тоже теплый красивый на губах яркий я показывала его недавно в какой-то собиралке своей матовый финиш плотная сразу красящая смотрите девочки вот с одного нанесения не надо 15 раз по губам возить то есть сразу плотный яркий устойчивый цвет она не стынет конечно она на губах как подвижная но и долго будет держаться сходит красиво в общем хорошая помада действительно хорошая еще помадка у меня фаберлик она давно уже у них есть но я ее купила только поэтому я не наигралась тоже в нее она тоже из таких же теплых видите у меня какой-то другой теперь вкус с пыльно-розовых немножко я соскочила временно видимо перенаелась а может быть осень требует каких-то рыжих оттенков это 32 она посветлее чем вот эти видно да вам хороший натуральный такой нюд какой-то красноватый и даже палетки хочется с рыжими цветами использовать хотя до этого я как-то их вообще даже бывало и ругала надоели рыжие такая новиночка 543 мэри это у нас пинкап от люкс визаж брала в подушке это уже холодный оттенок светлый какой-то серовато-розовый она идет как матовая но я не понимаю почему она совсем обычная такая подвижная может быть за счет того что меньше блестит они ее к матовому отнесли не знаю я бы ее матовой не называла помада мне понравилась как сказать не сильно повторять не буду потому что мне не нравится такая упаковка дешевый пластик ну не сравнишь по крайней мере с тем что я вот вам показала от фаберлик я лучше переплачу 100 рублей там каких-то но мне будет все нравится приятно в использовании и две старушечки своих вам покажу девочки тоже собираюсь использовать не буду говорить номера потому что это уже не новое такой розовый интересный оттеночек как мне нравилось это оформление у фаберлика золотые такие же прям берешь вот и хочется так и трогать и трогать и трогать какое-то тоже люксовое оформление очень жалею что они вывели их я понимаю людям хочется новинок бесконечно одно и то же не будут покупать как бы люди напокупались такого вот плана и больше им не надо хотят другое поэтому какая бы красивая хорошая упаковка не была ее приходится менять и от фармаси еще помадка в ноль третьем номере вот такая вот тоже теплый розовый оттенок из холодных только раз-два видите девочки в основном все теплые помадки потому что да и макияжи я планирую делать такие же поэтому соответственно еще и помады у нас будут все теперь мы переходим к палеткам стираю свотчи и будем сейчас палетки сами смотреть первое что я планирую я буду использовать в своей косметичке это будут два оттеночка от тайм-танука и хочу делать хотя бы два макияжа у меня их на самом деле больше но буду постепенно вводить я думаю две хватит следующую косметичку возьму еще каких-нибудь два и первое что я вам покажу это будет оттенок который называется драконово отрада это не мультихром это просто какая-то переливашка мультихром по-моему я тоже взяла еще один вот такая будет из розового золотой как бы красное золото вот такое розовое золото уходит в золотое драконово отраду мне так тяжело как-то запоминаются эти названия этих пигментов и следующий это будет преклонение вот у меня вечно затык какое-то преклонение вот у меня вечно преображение восхваляющее очаровывающее как-то они похожи так преклонение у нас вот такой вот зеленовато фиолетовый девочки вы видите да вот фиолетовый какой-то розовый зеленый ага на пальце даже лучше видно трехцветный оттеночек розовый зеленый фиолетовый макияж я пробовала смотрится конечно что называется глаз не оторвать так переливается очень красиво и теперь палеточки покажу все они из одной серии революшн первая самая такая украшалочка увидела по-моему Маша показывала френзи гибрид здесь металлики такие металлики поэтому надо матовые еще будет к ней ну я взяла на этот случай матовые палеточки девочки наверное не знаю я будем мы все подряд свочить хотя вот эта палетка конечно достойна давайте мы ее посвочим а остальные будем как-то выборочно что ли потому что здесь уж очень действительно красивые оттенки вот смотрите какие они тут залюбуешься просто насочи на дни они жирные металлические просто качество сумасшедшие вот у этих вот посмотрите на это девочки сейчас еще покажу я вам как они тянутся это же вообще смотрите как вот люкс люксович видите это 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 вот я чуть-чуть только дотронулась кто-то здесь дуахромный вот посмотрите а стоят они что-то такие копейки я покупала 500 600 рублей сейчас по моему даже до 800 доходит ну смотря где и когда в какие распродажи попадать но я считаю что она того стоит это это качество я сильно на рефилы не нажимаю это просто это настолько красиво так и сводчиком делаются сами вот сами не надо корректировать ретушировать вот все прям само синий у меня три таких палеточки вот именно такого качества файл френзи френзи вот это гибрид и ой не помню еще какая-то файл одна палетка полу руки заняли сводчи осталось три у нас оттеночек черный он самый матовый какой-то вот это черный ну стрелки да можно рисовать и вот такие эти можно наслоить поярче оттеночки сделать я просто не стала девочки потому что ну понятно да можно наслаивать по свод именно по пальцам понятно какого может могут они быть планы просто если я так буду вот сидеть их как можно ярче передавать мы с вами очень долго просидим я думаю вы поняли уже да это качество стоит попробовать хотя бы одной палеткой одну палетку себе купить и далее то что касается вот матовые да нам понадобится также себе отложила вот такую палеточку которая называется провокатив вот ее название она холодно розовая и здесь наверное девочки будем мы с вами что ли избирательные не знаю давайте матовые посмотрим розовые вот такие матовые очень красиво конечно смотрите какие оттенки так шиммеры раз два три четыре вот такие шиммеры тоже можно наверное такие макияжи сделать ого-го вот ну примерно вот такой вот облик у еще одной палеточки будет следующая палеточка у нас будет вот такая светленькая это iconic 3.0 у меня здесь интересуют вот эти холодные оттенки и вот эти коричневые такие классные тоже немножко похожие друг на друга я говорю про рыжий я сама показываю холодный холодный ой рыжий сейчас тоже девочки покажу в одну палеточку. Здесь мне еще нравятся вот эти светлые шиммеры. Вот этот золотой не показывала. И одна из моих первых палеток, с чего даже началось, можно сказать, сбор вот из этой серии. Она называется Вельвет Роуз. Стоили они тогда очень бюджетно, когда я начала собирать что-то там. За 3-4 евро продавали, потом 4 купи 3-4 в подарок, ой, вернее 3 купи 4-4 в подарок по такой акции шли. И это копия с Soft Glam Анастасии. Мне интересуют вот эти матовые оттенки. вот такие. Что-то потянуло, девочки, меня на такие цвета. Вот такие осенние. здесь есть еще холодный оттенок один для складочки. Хотя, преимущественно, палетка теплая. Вот этот вот интересный такой вот оттенок. хороший. Ну, так же вот эти вот два теплых, светлых оттенка. Совсем светло-белый и темный есть у нас. и из шиммеров. Шиммеры, конечно, никак в палетках Анастасии. Это, как я же сказала, палетка ранняя, и она замыливается. Надо здесь брать кисть плотную, твердую и вот так вот как-то подковыривать. Вот такие оттеночки. Коричневые всегда здесь мягкие. Вот у Революшн. Смотрите, еще и какой он красивый. Вот если видно такую какую-то пленку, то, да, немножко приходится как-то подколупывать этот оттенок. Но пользоваться можно, накраситься можно. Учитывая, что прям вот чуть ли не 200-300 рублей, девочки, стоят такие палетки. Понятно, что это далеко не качество оригинала, никто не претендует. Матовые, кстати, хорошие. И некоторые шиммеры тоже удачные бывают. Как вот этот, например. Вот такие, девочки, у меня еще будут сводчики. Все сразу кучкой. Все, на этом, девочки, буду прощаться с вами. Вот моя косметичка перед вами целиком. Я желаю вам хорошей погоды, хорошего настроения, позитива побольше. Мы с вами обязательно скоро увидимся. До скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.